легендарная история трехмачтового барка endurance endurance трехмачтовая баркентина принявшая участие в имперской трансантарктической экспедиции 1914 года в 1915 году была задавлена в плотной паковой льдине и затонула в море видела спроектированная ларсеном баркентина была построена на верфи в норвегии и полностью достроена 17 декабря 1912 года строительство велось под наблюдением кораблестроителя крестиана и копсена он настоял на том чтобы все строители были не только умелыми корабелами но и имели опыт хождения в море каждый элемент конструкции был тщательно продуман чтобы обеспечить максимальную прочность баркентина была спущена 17 декабря 1912 года и первоначально получила название polaris длина составляла 44 метра ширина 7,6 метра и водоизмещение 348 тонн внешне она выглядела также как другие суда подобного размера но будучи разработанной специально для полярных плаваний она имела очень крепкое строение кель состоял из четырех дубовых древесин расположенных друг над другом в результате чего толщина келевой части достигала 2,2 метра в то время как борта были от 8 до 5 сантиметра толщиной с удвоенным числом шпангоутов материалами были дуб и норвежская ель носу который должен был встретиться с полярными льдами в лоб уделялось особое внимание баркентина имела три мачты первая несла прямые паруса а остальные две малые гафельные оснастки наряду с парусом баркентина имела паровую машину на угле мощностью в 350 лошадиных сил которая позволяла идти со скоростью до 10 узлов на момент спуска в 1912 году энд юранс был возможно самым прочным деревянным кораблем из когда-либо построенных за исключением возможно корабль фрама между кораблями было одно существенное различие дно фрама было чешообразным а это означало что если лед сомкнется против нее корабль будет выдавлен вверх и наружу и не будет подвергаться давлению сжимающегося льда энд юранс с другой стороны не был предназначен для того чтобы вмерзнуть в толстый паковый лед и поэтому не был предназначен для того чтобы вырваться заказчиками энд юранс были адриен дежерлаш и ларс кристенсен намеревавшиеся использовать его как туристическое для полярных сафари но денежные затруднения вынудили дежерлаша отказаться от своего участия а кристенсен наконец продал корабль известному полярному исследователю эрнесту шоклитону за 11600 фунтов стерлингов после покупки судна шоклитон переименовал его в энд юранс в честь фамильного девиза шоклтонов фортит один и винсомас выносливостью побеждаем энд юранс стал одним из двух судов предназначенных для имперской трансантарктической экспедиции целью которой было пересечение антарктического материка вторым стала парусно-паровая яхта аврора в течение предыдущих 16 лет почти две дюжины деревянных судов отправлялись в антарктические моря все вернулись назад кроме яхты аврора лондонский лойтс и морская страховая компания оценили корпус машину и оснастку в 15 тысяч фунтов перед самым отплытием таймс сообщила что до сих пор страховка судов исследовавших антарктику заканчивалась в последнем порту перед ледовым плаванием энд юранс будет первым кораблем который будет страховаться в ледовой зоне газета таймс отметила что энд юранс построен специально для полярных морей добавив что в ледовых морях не бывает бурных волн которые вызывают так много бед в более теплых областях энд юранс снялся с якори в плимуте 6 августа 1914 года и взял курс на буэнос-айрис это было первым серьезным плаванием после завершения постройки и подготовки к испытательному путешествию путь через атлантику длился менее двух месяцев корпус корабля построенный для плавания во льдах показался многим из его экипажа слишком округлым для открытого океана 26 октября 1914 года энд юранс покинул порт буэнос-айриса и взял курс на китобойную базу в грютвикене на острове южная георгия куда прибыл 5 ноября она стала последним портом куда он вошел перед полярным плаванием месяц спустя 5 декабря 1914 года вышел из грютвикена направляясь в южные области море уэдала два дня после отплытия корабль впервые встретился с паковыми льдами и продвижение на юг замедлилось неделями энд юранс пробивал себе путь среди льдин делая менее 48 километров в день на 15 января 1915 года он был примерно в двухстах милях от цели своего плавания залива фазеля однако на следующий день утром был замечен тяжелый паковый лед а в полдень поднялся шторм при таких условиях было очевидно что продвигаться дальше невозможно и энд юранс укрылся с подветренной стороны сидевшего на меле массивного айсберга в течение следующих двух дней корабль двигался вперед и назад под его прикрытием к 18 января шторм начал утихать на баркентине подняли верхние паруса машину установили на тихий ход лед разошелся продвижение на юг продолжилось но свободное плавание длилось всего несколько часов вскоре энд юранс снова был оцеплен льдами было решено продвигаться вперед проделывая путь через них в пять часов дня корабль вошел в плавные льды они были не те что встречались экипажу раньше более толстые но мягкие и хрупкие они оцепили корабль и шторм снова усилился ветер дул с севера и на 24 января он окончательно сжал лед в море уэдала загромоздив его тросами энд юранс оказался в ледовом плену все что оставалось команде ждать смены ветра на южный который расчистил бы корабль дорогу на север однако дни проходили а лед оставался незыблемым корабль дрейфовал в море видела в плену пакового льда в течение нескольких месяцев январь-ноябрь 1915 года переменчивые погодные условия привели к росту ледового давления на корпус корабля который начался 27 октября 1915 года во внутреннее помещение стала поступать вода утром 21 ноября нос корабля начал погружаться под лед экипаж должен был покинуть баркентину экипаж остался ночевать на льдине в надежде что льдина приблизит их к одному из островов в апреле 1916 года они отправились в путь на трех шлюпках конце концов они добрались до острова элефант остров был отдаленным и редко посещаемым шиклтон решил что помощь необходимо искать 24 апреля он уорсли и еще четверо отправились в плавание на корабельной лодке по имени джеймс кэрт в южную джорджию достигнув южной георгии шиклтон работал над организацией спасательной операции для тех кто остался на острове элефант шиклтон и уорсли совершили три рейса на разных судах которые не могли добраться до них сквозь льды четвертая попытка на судне елче предоставленном чилийским правительством была успешной и все 22 члена экипажа оставшиеся на острове элефант были благополучно спасены 30 августа 1916 года через 128 дней после отплытия шиклтона фактически подъем мужчин был осуществлен как можно быстрее прежде чем лед снова сомкнулся но даже в такой спешке были позаботились о том чтобы собрать все записи и фотографии экспедиции поскольку они давали единственную надежду на то что шиклтон оплатит расходы неудавшейся экспедиции в 2010 году давид мернс объявил новый план поиска который спонсируется национальным географическим обществом но он требует средств на сумму в 10 миллионов долларов по предварительной смете исследование доктора адриана гловера из музея естественной истории в лондоне предполагает что действие течение западных ветров могло уберечь корпус корабля от разрушения корабельными червями в июле 2021 года было объявлено что в начале 2022 года запустится новая экспедиция для исследования обломков эндьюранс с использованием подводной технологии сап если обнаружат обломки их не будут трогать а только отсканируют в 3d 9 марта 2022 года было объявлено что экспедиция успешно нашла обломки корабля эндьюранс в море видела на глубине 3008 метров первооткрыватели на борту исследовательского судна с эй а глхаз 2 сообщают что обломки корабля находятся в очень хорошем состоянии ни одна часть корабля или его обломков не была нарушена поскольку сейчас судно является охраняемым историческим объектом и памятником согласно договору об антарктике